Бильярду на призы главы муниципального образования город Мурманск считается одним из крупнейших спортивных событий. Рекордный призовой фонд, заманчив для любителей бильярда не только со всей области, но и с соседних регионов. В последний день соревнований проходят вип-турниры для руководителей организаций и предприятий. Официальную часть решили не затягивать, ограничившись кратким инструктажем, ведь простые правила игры в русский бильярд всем и так известны. Открыл вип-турнир глава города Алексей Веллер, символически разбив пирамиду из белых шаров. Морча из-кому не повезет. Штраф. Традиционно в день финалов мы проводим еще одну небольшую веточку этого турнира. Мы приглашаем к участию в таком импровизированном любительском уже турнире руководителей предприятий нашего города, наших соседей Северного флота, командиров воинской части, руководителей администрации правительства Мурманской области. Это такой дружественный турнир, в котором, как вы видите, с большим удовольствием принимают участие большое количество спортсменов-любителей. Обычно генерального директора предприятия «Электротранспорт» Сергея Коробкова можно увидеть на спортивных трибунах, наблюдающим за игрой любимой команды по хоккею с мячом или на футбольном поле. Ну и в бильярде он не новичок. Первую партию разыграл не меньше 30 лет назад. Не только за хоккеистов, я только что турнир по футболу закончился, играл. В принципе, во всех видах спорта и результаты неплохие. Волейбол, футбол, а бильярд – это так, любительское, но очень любительское. Потому что действительно очень хорошая игра и укрепляет и физически, и очень многие качества вырабатывает. Приехал на турнир среди руководителей и Александр Абрамов. Глава зато Североморск играет ради удовольствия, да и соперник попал со знакомой. С таким приятно провести время. Выходной день, хорошая компания, хорошие люди, хорошее общение, игра в бильярд. А вот два прошлых дня были полностью посвящены спортсменам-профессионалам, среди которых есть и чемпионы, как минимум, российского уровня. Вообще же, развитие этого вида спорта в Мурманске, по словам главы города, зависит от новых спортивных клубов и залов. Кстати, в будущем году турнир на приз главы, скорее всего, приобретет официальный статус. Закончился турнир на призы мэра. Первым стал Кирилл Гаврилов, вторым, ну да, да, это ожидаемо. Ожидаемо должен был еще где-то, все равно, призер должен быть и Максим Хоботов, но, к сожалению, он проиграл. А так, молодец, хорошо выступил Юра Гончар и третий Дима Логинов. У организаторов уже есть и оптимистичная задумка, как провести юбилейную игру через три года. На 20 лет соберут участников первого такого соревнования. За это время спортсмены и любители успели разъехаться по разным городам страны.